Порядка полутысячи человек из разных уголков страны съехались в Вильнюс к Сейму как раз в тот момент, когда министр защиты окружающей среды в стенах парламента представлял депутатам план реформы лесных хозяйств. В плане предлагается все действующие сегодня 42 лесничества объединить в одно предприятие под названием «Государственные леса Литвы». По словам митингующих, новый порядок лишит работников своих мест. Да, работаешь в Монестане, так. Работы ведь люди лишатся. Зарплат не будет. Куда им податься? Лесник – это такая узкая специальность. Я сам работаю более 20 лет в лесничестве. Я егерь. И что со мной будет? В деревне работы нет. Куда деваться людям? Придется уезжать. Вообще, эта реформа очень интересная. Мы сами ничего не знаем. Что в ней указано? Ничего не знаем. Прежде не обголвота реформы. Против необдуманной реформы. Эта реформа работает по бульдозерному принципу, когда специалисты из власти делают то, в чем вообще не разбираются. Эти министры совсем не слышат нас, лесников. Мы ходили в разные комиссии, в советы. Они одно и то же говорят. Они считают, что мы плохо работаем. Разве можно нас так очернять? Мы столько лет по своим традициям работаем. Нас ценят в Европе. А так за один день все изменить так нельзя. Поддержать работников лесхоза приехал председатель конфедерации профсоюзов Литвы, который на своем опыте убедился, насколько сложно найти общий язык с руководством страны. Бульдозерный принцип жив и сегодня. Если директивы Евросоюза требуют, что перед принятием решения следует говорить с самими работниками, у нас никто ни с кем не говорит. Мы не против реформ. Мы хотим открытого диалога с властями. Я желаю вам уверенности, единства. Я знаю, что на вас начнут давить, пытаться договориться. Но не поддавайтесь. С протестующими соглашается и вице-министр защиты окружающей среды и призывает их сесть за круглый стол. Я хочу попросить каждого из вас. Если вдруг у вас возникнет какой-либо вопрос, обращайтесь к нам. Мы хотим, чтобы у нас был с вами диалог. Выслушать вас. Приходите, мы с удовольствием ответим на все вопросы. Вице-министру митингующие не поверили. К протестующим лесникам обратился бывший председатель комитета по защите окружающей среды Йонас Чеменас. Смотря на вас сегодня, я подумал, а что здесь происходит? Свадьба или похороны? А может, развод? Я думаю, что развод не с лесами, а с министром защиты окружающей среды. Я понял, что наш министр ничего не понимает ни в теме лесов, ни в защите окружающей среды, ни в экономике. Лес от каждого из нас не получает ни цента, а мы от леса получаем доход. Реформа несправедлива. Пока лесники протестовали, в зале заседания министр окружающей среды собирался представить проект реформы. Но его речь отменили сами депутаты. Было принято решение отложить осмотрение вопроса на следующее заседание. Формальная причина – неподходящий представленный проект. Сам министр настаивает, что массовых увольнений не произойдет. Глава Аграриев, в свою очередь, сообщил сегодня, что его фракция в обязательном порядке поддержит проект реформы и ни с какими поправками в ней соглашаться не будет. Мы делаем все, что должны сделать, тогда, когда это нужно делать, и делаем все, чтобы было лучше жителям Литвы. Вот такой мой ответ. Если работники лесничеств не будут услышаны депутатами, протестующие обещают прийти к Сейму в ближайшем времени уже с тяжелой спецтехникой для работы в лесу.